Google показали свой собственный Face ID в Pixel 4. Значит ли это, что сканеры отпечатков пальцев больше не нужны и подэкранные датчики оказались лишь модной фишкой? Про грядущий смартфон Google мы знаем практически все, начиная от технических характеристик и заканчивая его внешностью. Google лично подтвердили дизайн устройства, ну а начинку очень нетрудно предположить. Вероятно, смартфон будет оснащен обновленным процессором Snapdragon 855+, 6 гигабайтами оперативки и получит двойную основную камеру. Но у Google осталась еще парочка тузов в рукаве, которые, впрочем, компания решила сама показать задолго до анонса. Посмотрите на этот тизер, мы видим девушку, которая сначала разблокирует смартфон лицом, а затем жестами переключает треки. Кажется, ничего необычного, ведь разблокировка по лицу есть почти во всех Android-смартфонах. Это так, но почти все Android-смартфоны используют для разблокировки фотографии у вашего лица, в то время как Pixel 4 будет использовать систему, очень похожую на Face ID от Apple. В верхней части дисплея Pixel 4 будет довольно массивная рамка, в которой кроме двух фронтальных камер будет спрятана куча дополнительных датчиков. Например, парочка инфракрасных камер, проектор точек, позволяющий создавать 3D-макет лица, и специальная подсветка, позволяющая системе видеть все при любом освещении. В отличие от Face ID, где после разблокировки пользователю нужно свайпнуть вверх, в системе разблокировки Google экран активируется сам, и более того, в систему будет встроен еще один датчик, который, судя по всему, позволит разблокировать смартфон даже не беря его в руки. Это радар соли. Мы уже несколько раз рассказывали вам про проект соли. Это попытка инженеров Google создать управление устройствами без необходимости к ним прикасаться. Все управление строится на сенсорах, которые улавливают движения рук в пространстве. То есть можно просто сделать характерный жест пальцами в воздухе, и, например, Bluetooth-колонка сделает звук тише. Именно наработки проекта соли и будут использованы в Pixel 4. Google подтвердили это тизером, где видно, что девушка переключает треки с жестами над экраном смартфона. Можно предположить, что таким же способом будет позволено перелистывать страницы книг или листать ленту Twitter, что было бы, несомненно, удобно. Забавно, что все эти новшества мы сначала узнаем из утечек, и только потом Google сама подтверждает все эти слухи. Видно, что компания избрала новую тактику не в силах сдержать утечки, Google подтверждает прессе и своим фанатам, что действительно внедряет эти новые функции. И есть ощущение, что подобная тактика работает лучше простого молчания. Ведь те же Apple или Samsung прекрасно понимают, что мир знает про их грядущие новинки практически всё. Возможно, пора менять правила игры. Но вернёмся к Pixel 4. Тут кроме двух описанных нами нововведений есть один маленький нюанс. А что со сканером отпечатков пальцев? Всё, наигрались и пришло время настоящего Face Unlock в Android. И значит, Google даст старт новой вехе Android смартфонов, перечеркнув все альтернативные способы. Но это не так. Во-первых, мы до сих пор точно не знаем, есть ли в Pixel 4 сканер отпечатков, ведь он может быть размещен под дисплеем. Хотя, зная Google, вряд ли она станет устанавливать две взаимоисключающих технологии в одно устройство, и, вероятно, Pixel 4 будет первым флагманским Android смартфоном, полностью отказавшимся от дактилоскопических датчиков. Во-вторых, даже если Pixel 4 и будет работать только с системой Face Unlock, это вовсе не означает, что подобную технологию получат и другие производители. Вероятнее всего, поддержка продвинутого Face Unlock будет заложена на уровне системы Android, а производители будут сами строить собственные наборы датчиков по гайдам Google. Как бы то ни было, Google движется дорожкой Apple, и в данном случае это даже хорошо, ведь устройство Pixel очень сильно отличается от других Android смартфонов. Это касается и дизайна, и минималистичной философии Google. Смартфоны Pixel местами больше похожи на iPhone, чем на собратьев по операционной системе, и даже Pixel 4, судя по всему, будет ну очень похож на iPhone 11, что сделает два этих смартфона еще более родственными. Это Зорока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok